Мы решили, что, наверное, нужно попытать части где-то еще, где дышать проще. Астана на данный момент гораздо перспективнее, чем Алматы. Тут некогда сидеть и чилить. Я остаюсь жить в Астане, потому что она вызывает у меня теплые чувства. Это, во-первых, я влюбилась в этот город. А во-вторых, мне кажется, что Астана на данный момент гораздо перспективнее, чем Алматы. Эпоха Алматы заканчивается и начинается эпоха Астаны. И я начала задумываться о том, что мне необходимо свое жилье. Я стала смотреть квартиры в Алматы. И я была в шоке от несоответствия цены и качества. Сравнила с квартирами в Астане. Буквально тут можно купить трешку в центре. Там за эти деньги ты купишь однушку. Еще разница в ремонте огромная. Не хотелось сидеть по пять месяцев дома, когда был отопительный сезон. Поэтому мы решили, что, наверное, нужно попытать части где-то еще, где дышать проще. Ну и в целом нас немножечко уже стало как будто удручать картина в Алматы, потому что город стал темнее, город стал грязнее. Ну, поворотным моментом для нас стало то, что наша дочь стала часто болеть. Мы это стали связывать все-таки с воздухом, потому что это были уже такие воспалительные заболевания дыхательных путей. Мы подумали, а зачем вообще рисковать? Зачем просто подвергать себя и своего ребенка вот этому всему? И мы решили переехать. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАНСКОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАНСКОМ ЯЗЫКЕ Баста себептен бірі, ол, января шаңызмом бола шаңызмышар. Алматым зәлде сағынамыз. Уақыт көрсет, кәншалықты ирин емс, оса ауырайына. Соған байланысты, толқты шеші мәл қабылдам бақ. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАНСКОМ ЯЗЫКЕ Алматылықтарды, нен дом, нен дом байкин мен. Атимшед көншедте алген, иринқтарды иринптолосық. Айрмасқағын. Соған байланысты, сон, сол уақытта жылайтын болатын болсақ, осын, аға қаламызды еткорды, Сейчас я знаю, что это не так. Это очень длинные. Он очень маленький виден. А в природе, по-моему, они по-моему, люди будут в своем месте. Они говорят, что они любят себя. Но они любят себя. Но они любят себя. Но они любят себя, если бы их можно любить, если бы мы не убить любую жизнь, то, чтобы мы не хотели бы их. Даже если бы мы не были, когда мы были в этом воздушном состоянии, Единственный на тот момент вариант это аренда земли. Все мы знаем, что аренда в Амуте очень дорогая, поэтому я поняла, что это мне немножко не подходит. Чтобы жить в хорошем арендном жилье в Амуте ты должен зарабатывать минимум 500 тысяч, 800 тысяч, даже и миллион. Но, к сожалению, такие зарплаты есть не у всех, поэтому я поняла, что лучшим, хорошим решением будет переехать в Астану. Я бы хотела, я в целом уже хочу жить в Астане и остаться тут жить, потому что в плане жилья все-таки здесь это более доступно, здесь более новые дома, более есть какие-то гибкие условия приобретения своего жилья. У города есть будущее, хотя я раньше тоже скептически относилась к тому, когда говорили, что Астана город будущего, но, как говорят, не зарекайся. Поэтому вот я и сама уже тоже пришла, приехала, переехала сюда и, ну, надеюсь, мне это удастся быть здесь и стать тоже столичной. Первое время для меня было большим шоком. Это холодность людей, отстраненность, что они не разговаривают, что не улыбаются. Они, ну, так, неоднозначно реагируют, когда ты подходишь с улыбкой. Также, сравнивая жизнь в Алматы и в Астане, хотелось бы отметить, что стоимость на продукты, конечно, значительно выше в Астане. Не хватает в Астане немного активностей на свежем воздухе, фестивалей, возможно, каких-то мероприятий. В Астане очень красивый пригород, есть куда съездить. Здесь можно каждую неделю выезжать и действительно находить новые удивительные места. Тут некогда сидеть и чилить. Ну, у тебя в этом плане переезжаешь даже и ты думаешь, ой, какой расслабон, все кофейни забиты. У нас все больше сконцентрированы на работе. Мы сталкиваемся с тем, что люди приезжают в Астану, открывают бизнес и у них реально все идет. В каком плане? Что в Астане очень много невыкрытых ниш. Здесь очень хромает сфера сервиса, будь то салоны красоты, магазины. Здесь очень хромает сфера сервиса.